хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя елисеев алексей игоревич 16 11 1990 года рождения проживал где самый из города москвы ногинский район старого пауня сам прописан твецкая область и жарский район деревня пескачёва пескачёва да пескачёва прописки семья есть мать и сестра брат сидит мать сестра да мать и сестра брат сидит я сам должен сидящий идя сюда сидел на сидел только лет 12 12 за что 105 2 158 3 а то что 105 2 это убийство и 158 3 канарабеж всего общем строй сложности было 14 из них я кусал год и по по полгода но в калининский написал и написал москву коллеги не полгода убрали вот сейчас мне оставалось девять месяцев приехала министерство обороны 26 числа сентября вот с начальниками оперативного отдела обсудили запирали там ну дела там лично кто-то нарушал но много там нарушение было кто-то не нарушал кого какие статьи там ты такой ну и выбрали короче людей определенно и вывезли зоны из третьего числа вот четвертого мы приехали какого давай немного вернем сюда вот взяли дела тобой разговаривали ну да и что предложили разговаривали сказали что вот вызывали там вызвали сказали что вот есть ну желание если есть желание хочешь ну но съездить на войну я ни разу не воевал и ну даже не представлял что такое война но по новостям показывали что ну там все так да более красиво давай остановимся на этом да и предложили то есть поехать на полгода что мне это на своего типа да они сказали или на войну на войну на войну сказали в обмен на что на полгода на полгода до полгода там побудешь если все нормально можешь быть уже свободен на все четыре стороны ну то есть на полгода до срочного да это называется на полгода до срочного обменять а обстоятельства убийства что это было обстоятельства убийства это как понять но то что вы убили человека да я так понимаю ну это за история это была история моего брательника мой брательник работал в гражданском под асташковым там но пастухом короче вот и там с одним человеком у него была небольшая кусачка но ссоры они там делили между собой то он дал ему короче комнату и он ему платит деньги благодаря работаю да и платит ему деньги а ему он этот человек которого мы его прикокнули он был наркоманом и потом наркоманом и еще это ну должен был теньки его противнику ну и он ему должны короче у них вот это за этого была кусачка ссора ссора да потом бабы его на которую мы его завалили ваня его звали на он сам с питера ну ну валили по пиано или так не по пиани на то умышленное было но он моему братья не по ногу прострелил короче и руку прострелил но мне позвонил сказала я приехал все молотком и приговорил вот мне за это дали срок посидел я сел десятом десятом году до по должен выходить двадцать третьем году в июле а грабеж когда был ну грабеж на месте а это как бы вместо что это месяц без такие по одному эпизоду вот нас третьем должен был быть я понял это сразу согласился пойти на вывоевать до вами надо надо потому что вот отсидел много времени и знаете как когда сидишь на одном месте когда нету ничего и но раньше было все нормально лагерь как сказать ну был черный можно сказать потовой что значит черный но были там телефоны но можно было четко музей там прокрутить ну как-то было ну весело и люди были костигент нормальные и ну было как-то ну прикольно сидеть а сейчас на данный момент все изменилось как поменялось новое управление почему начали да и начали ищемить ну все зажали и все хотел захотелось просто как-то разнообразие жизни разнообразие жизни можно потому что это было сентябре подписали контракт мы подписали контракт и 5 числа этого октября до октября когда приехали на место под луганскую область короче я не помню как она называется зона короче 12 там было написано на пакете когда отправляли нас туда на зону 12 3 числа мы поехали оттуда у нас конвой вывозил и усиновский автозеках до центра ванн вот там на пакете было документах было зона 12 контракт с кем был подписан с минобороны российское сердце обороны то есть и сколько обещали денег кроме этого обещали деньги сто семьдесят пять тысяч месяц я понял много таких тут тех кто сидельцев но собиралась на собиралась короче до ростова до саратова до дородрома выезд выездили короче 12 автозеков того получилось 20 200 240 человек это все зоновской до зоновской 240 человек но это общем ну там кто-то хотел был бы не хотел но это по своему желанию не сказать 240 человек до саратова на родром в украину где зашли на ростове через ростовскую область какая в украине я не знаю ну короче нас привезли саратов посадили на родром и сародром уже самолет на ростов с ростова мы приехали прилетели потом нас посадили автозек отвезли как вы до какого-то ангара подписали контракт нет контракт ничего не подписывали привезли до подписали контракт какой-то там еще на должность какую стрелок пехота гранатометчик гранатометчик а когда взяли пен 14 числа то есть буквально короче 13 мы приехали ночь там прокантовались нам но вечером дали патроны выдали и но на следующий день могу ехали сказали что и группа резерв ну наши командира собирали людей которых и то пойдет на штурм то пойдет на резерв то пойдет в окопа рыть вот оно здоровье это плоховато короче вот ноги болят но вот меня записали в резерв я на самом деле я не знал что какой резерв так мне кратцем объяснить что это ну короче раненых убитых тосквозь из этого но мы приехали на до точки нас начали отстреливать сразу же артиллерии украинск вот кого-то там убили там ну короче на каждые две пнб было по 10 человек наша была вторая их на было 1 с 1 начали отстреливать 2 по рации передали 2 пропускаем 1 опускается по травмозит 2 проехала 1 начали отстреливать потом вторую 1 я спрыгнул с дпнп начал прикрывать обзор работал снайпер 1 сняли вот потом нам сидели ахматовские ребята в этот батальон этого кандырова ну да наверное я не знаю я с ними не общался но чеченны были до чеченны но вот один бачках там потом это неважно родой короче ну да ну все короче мы говорит давать садись в окоп окоп был совсем до поезд там особо ну не уляжется не присядешь и короче был обстрел артиллерии работал на и снайпер работал и все короче всю нашу группу 1 1 какого первую группу прочти все полностью положили из них осталось только раз два три четыре человека из моей группы тоже двое остались один и побежал я один вырушить которого не заделали поля и осколками а второго там задела сколками и пуля рукав попала потом подошли в осу и прям попал да ну когда закончились заклинили автоматы ну менял честь короче 6 рожков автомат заклинил 6 раз пушков автомат заклинил всего лишь только голову поднять на какой-то каких-то три сантиметра мне бы сами бы свои бы гол просто я говорю по левой стороне по флангу они смотрят должны смотреть по своему флангу они к я говорю по лево стороне и движение идет они стреляют по моей стороне автомат идет на где-то примерно нас на 60 градусов что это за татуировка но это на малолетке когда сидел а ты еще на малолетке сидя на малолетке почем было до 158 автора за что этот грабеж тоже еще это на малолетке тысячи дошла что-то знаешь что там надо на татуировано но была рука вся про такова на я забивал на это надо рассмотреть это как он ренджер ренджер ну как его не ренджер это не помню как это с фильма какого-то данная она череп а сколько вот ты с 90-го года 90 сейчас тебе 232 насколько суммарно сидел еще в жизни суммарно 2 как но с малолеткой с этим за убийство я с 2008 года по десятый год я сидел там 10 малолетки да тебе было 8 но 18 на малолетка попал это чего смотрелось 17 лет а было 17 она малолетки 17 до 17 лет не было исполнилось 18 лет меня вывезли оттуда на на общий режим вот на общий режим я приехал с общего режима я освободил старшка с города твери а школу закончил школу до 12 12 12 как я учился я учился может так пришел отметился типа ну ты так у меня все по истории плохо по русскому тоже я по а вы вообще до математики так на . то есть почти всю сознательную жизнь да вот совершеннолетие то есть как на сланге говорят и числа на зоне грубо говоря служить мечтал когда был ребенком что хотел делать ну хотел как сказать ну хотел быть пожарником пожарника а почему жизнь так пошла под откос ну не знаю так получилось просто судьба такая может но в жизни все оказалось тяжело я не думал что все так получится и когда мне было два года мы оттуда уехали из москвы я сам родился в москве вот два года ну уехали почему потому что мать мама не поругалась с баской с моим и вот мы оттуда уехали но все же это пошло все пить на пикося потом он начал там пить чудом колосса как не мама говорила отобавила да ну и потом умер и все когда мне исполнилось там 13 лет 14 до мы старшим братья ником поехали в москву и искать этот дом и короче когда мы его нашли через службу милиции службу дежурных милиции вот там уже жили жители вот нам сказали все вот вот у нас прописка туда-сюда короче но там кто-то оставил там по наследству я не знаю как это все происходило короче но факт том что инспектор полиции сказал что если хотите этот дом выкупать то вам надо много денег и найти нормального адвоката а мать работала ли да она работала в дом культуре д.к. центре сели жары это города не этот но у не город это поселок но поселки до уборщицы обратение на сколько старше братья не старше на его годы тоже сидит вот по этой самой стерео то есть с этим чуваком у него семья есть у у него семьи нет он тоже но у него мать ну наша мать и все ну и жил он там с какой-то кимор и короче можно сказать так ну я просто с ним сколько раз ругался за эту ехимору с покнулась с кем он жил я говорил что но но она ненадежно да не братан все нормально но когда мы его грохнули с этого было две недели что мы там гуляли там пили короче ну две недели я но у меня уже все уже в мысль какие-то были дурные что-то ну как-то все наперекосяк идет вот а когда он потом когда я уехал оттуда и но мы с ним ругались там дрались за эту бабу когда я уехал в себе в деревню на говорю приешь короче обсудим такие момент ну и все прочим приезжает и я варю где твоя она там осталась короче с подружками бухает ну ладно рыч ну и все короче побухали бани помылись все ему надо было ехать он поехал короче ну я лег спать ну уже чувствовал что-то не то уже сел на измену и чувствовал что-то не то где-то примерно около часа ну час где-то примерно все стучится барабанной дверь полиция вышел все они короче а там уже эти говорят открывает я братья ну я как-то ну без понятия ну это но еще пьяный еще был еще не очухался открываю перекладину мне автоматом бьет нос ну короче понятно то есть она сдала типа говорят типа себя братья не сдал я говорю как он не смог сдать и довольно сидит там дежурки все но когда я приехал дежурку ему разбили лицо ему приехал и тоже с ноги ему дал по лицу сказал ты чё погнал что ли ну на самом деле я понимал что он пусть и мой брат ну он не не мог меня сдать сколько у меня с ним было моменту делю и он меня не мог сдать ну все равно от злости и однивости чисто и май как по бабы который он жил ему дал просто по лицу я понял хорошо меняете по полгода на войну в украине вот что думаешь вообще вот то что случилось с тобой вот сейчас и как понять ну не знаю вот ты заехал грубо говоря вот сиделец до решать какие то вопросы сюда на войне это нормально для тебя лично это нет это ненормально сейчас я уже посидел здесь на данный момент и пока харькове в киеве я уже много себе чего голову создал и подумал что это думает реально это не для меня картины я понимаешь она для тебя эта тема ну ты понимаешь как ты говоришь 240 заков да ну да грубо говоря 240 заков приехали воевать другую страну 240 заков приехали воевать другую страну ну то есть людей просто ну то есть ну ты убийца да и вот таких наверное много которым там скастили срок и так далее это дичь это можно сказать типа да ты что-то украине знаешь нет вообще нет да что здесь происходит далее вот что показывали в россии об этом том что происходит но весь я редко смотрел ну показывали там какие-то разбитые здание там ну что такое ну мелочь короче ну так особо не любил телевизор смотреть хочешь сказать что-то вообще ну вот россиян ну что я могу сказать я даже не знаю что сказать украинцы ну украинцам что сказать ну то же самое что спасибо о том что взяли когда плен и за это что меня не убили вот жалость за то что ты сделал вот какая-то минимальная есть я пошел его если бы отказался да вот отсидел бы еще полгода вышел и все ну как-то просто сам сам тупанул и пошел воевать с дурость чем сказать больше ничего у тебя на поддерживать путина так-то чё у каждого каждого свои голова но ты поддерживаешь я спрашиваю ну как сказать поддерживаешь не поддерживаешь но на зоне же голосовал я за него не голосовал а то нравится мне совсем никто не нравится жизнь в россии дерьмо жизнь ну как сказать где ты где-то нормально где ты плохо но у тебя жизнь состоялась и меня жизнь была где-то хорошая где-то плохая но у тебя вот я 33 32 года у тебя ты считаю состоялся в жизни человеком или не не сказать что ну такая была плоховато чая вина в этом пина нашего нашу нашего правительства в чем что все так все так построен ну ну неправильно как-то не по цепочке мы знаю что тут я спросил там ну харпи позвоните в киеву позвонить я не знаю сообщили не сообщили но мне но когда был на зоне с матерью как бы держал до держал и сказал что все меня забирают мизор забили завален а насколько рассказал в этом комментировал ну и как-то было ну больно трудно потом как ты пытался успокоить не самому было больно и неприятно поддерживают до стола мать поддерживает войну войну нет вот это как-то с ней говорил она на пенсии уже да но у нее еще ей 57 лет она молода очень молода работает и у нее болят ноги она нигде не работает а чего болят ну я снова немного молодости меня ну да бухала бухала да было дело на здоровье уже пошло что мы сделаем когда возвратишься если возвратишься а вот зачем ты русский вообще а почему если вы дрочище почему-ка она зачем ты русский вот вот грубо говоря зачем командование тебя менять ты же там не какой-то ромба и так далее ну зак зак ну блин с ним даже если возвращусь поеду к себе но у меня вряд что посадят опять на зону чему ну отбывать газами дальше ну так-то на воле сколько я потерял в жизни и моментов и может попытаться хочу что-то изменить жизнь своей что-то тебя хочет сказать ну все